Природные и домашние средства для лечения диабета по делам несовершеннолетних Диабет, также называемый сахарный диабет, стал очень распространенной проблемой вереск Есть два основных типа диабета Один типа диабета, при котором организм не вырабатывает инсулин И диабет два типа, в котором организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или инсулин, который производится не работает должным образом Некоторые из общих симптомов диабета включают Усталость Потеря веса, несмотря на то, что вы едите больше Чрезмерная жажда Повышенное мочеиспускание Вырезать и ушибы, которые заживают медленно из-за туманенное зрение Хотя нет никакого лечения диабета, с вашим уровнем сахара в крови под контролем вы можете жить совершенно нормальной жизнью Существуют различные природные средства для лечения диабета, которые помогут вам контролировать свой уровень сахара в крови Природные вещества, которые могли бы помочь вылечить диабета один типа являются Аргинин Аргинин является аминокислотой и доступен в большинстве магазинов здоровой пищи в качестве пищевой добавки Использование аргинина у лабораторных животных был способен стимулировать поджелудочную железу вырабатывать бета-клеток Особый вид клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин Галденсил Галденсиал является трава с долгой историей использования лекарственных и на Востоке, и на Западе Современная наука считает, что часть ее ценности в качестве лечения заключается в том, что он содержит берберин, биоактивного соединения Берберин стимулируется для производства панкреатических бета-клеток, которые организм должен вырабатывать инсулин Стиви Это, естественно, сладкий завод В настоящее время широко популярны в качестве заменителя сахара Это хороший выбор для диабетиков для других, отличных от избегая много простых углеводов причинам Он содержит соединения, которые, как было показано, чтобы омолодить панкреатических бета-клетках, которые были повреждены Красный клевер Красный клевер традиционно считается травой женщины из-за его гормонов балансировки свойств Но он отлично подходит для больных с сахарным диабетом первого типа, а также Это связано с одним из его активных соединений, вещество, называемое генистиен, которое было доказано, чтобы помочь стимулировать пролиферацию бета-клеток в поджелудочной железе Листья рис Фиговых листьев содержат соединения, которые в настоящее время не могут быть изолированы, но которые, как полагают, имеют антидиабетический эффект Диабетики, которые принимают добавки, сделанные из листьев инжира не нужно столько инсулина, как те, кто этого не делают Вещества обсуждалось выше дают надежду на лечение диабета типа 1, который является естественным и не зависит от синтетического инсулина или от инъекций или насоса Кукурузные рыльца Кукурузные рыльца снижают уровень сахара в крови и стимулируют регенерацию клеток бета в больных диабетом 1 типа Куркумин, от куркумы Куркумин стимулирует регенерацию бета-клеток в больных диабетом 1 типа Кроме того, куркумин сохраняет панкреатическую выживаемость островковых клеток и эффективность трансплантации Мед Длительное употребление меда может иметь положительное влияние на нарушение обмена веществ сахарного диабета 1 типа В том числе возможной регенерации бета-клеток, как указывающие на увеличение пост-эспептида уровней Календжи Черный тмин потребление приводит к частичной регенерации, пролиферации бета-клеток Потребление 1 грамма черного семени в день на срок до 12 недель имели широкий спектр полезных эффектов в больных сахарным диабетом, в том числе возрастающей функции бета-клеток Листья кари Кари-листья полезны в профилактике и борьбе с диабетом, поскольку они имеют антидиабетические свойства Считается, что листья кари содержат ингредиент, который уменьшает скорость, при которой крахмал расщепляется до глюкозы у диабетиков Алаевера Гель алаевера помогает снизить уровень глюкозы в крови натощак Он содержит фитостеролы, которые имеют возможные антигипергликемических эффекты для диабета 2 типа Сочетание геля алаевера, лавровый лист и куркумы полезен для контроля уровня сахара в крови Для того, чтобы сделать этот травяной медицины Смешайте половину чайной ложки каждого из измельченных листьев лавровых и куркумы и 1 столовую ложку геля алаевера Потребляют его 2 раза в день, перед обедом и ужином Гуаява Из-за его витамина с и высоким содержанием клетчатки, есть гуавы может быть очень полезным в поддержании уровня сахара в крови Лучше всего для диабетиков, чтобы не съесть кожу плода, так очистить его в первую очередь Тем не менее, слишком большое потребление гуавы в день не рекомендуется Окра Бамия, также называют дамы палец, имеет компоненты, такие как полифенольных молекул, которые могут помочь снизить уровень глюкозы в крови и контролировать диабет Советы Держите контроль о уровне сахара в крови Следуйте план здорового питания и регулярно заниматься физическими упражнениями Получите много волокон в вашем рационе Через несколько минут ежедневного воздействия солнечного света также может помочь контролировать диабет, потому что он помогает вырабатывать витамин D, который необходим для производства инсулина Продолжение следует...